Партнеры программы. Футбольная школа «Спартак Юниор» и «Союз Тхэквондо Бурятии». Всем физкульт-привет! Всем любителям спорта привет! В эфире телекома программа про спорта. Мои ведущие. Анастасия Тронькинова. Олег, нам жили. Мы продолжаем рассказывать о достижениях наших спортсменов. И вот, что увидите прямо сейчас. 16 медалей привезли бурятские геребики с чемпионата мира. Соревнования по спортивной гимнастике «Джулия-2020». Спартакеада среди работников культуры «Улан-Удэ». Приехал, увидел, победил. Счастливые, готовые покорять новые вершины, бурятские геребики вернулись в чемпионаты первенства мира в Узбекистане. И им есть чем похвастаться. Три золотых медали и новый мировой рекорд. Андрей Рассадин, мастер спорта России по гиревому спорту и старший тренер сборной Бурятии. На этом чемпионате спортсмен уже в третий раз поставил мировой рекорд. В дисциплине «Рывок» он сделал 215 подъемов. Кроме этого, взял серебро в двоеборе. «Давай, давай, давай, трюка! Пять секунд! Два раза!» «Всё раз!» «Очень хорошо я подготовился. В силу того, что мы прошли хороший тренировочный сбор в Крыму две недели. Прямо там шикарную форму набрали. Ну, в двоеборе у меня не удалось выиграть. Но я не сильно расстроился с учетом травмы и такой короткого периода подготовки. Но мне удалось поставить рекорд новый. 215 подъемов. Я думаю, это на 10 лет на 10 хватит этого рекорда». Лидеры сборной Сергей Каргин и Сергей Любимский также вернулись в Бурятии с золотом в дисциплине «Длинный цикл». «В этом году я проиграл чемпионат России. И проиграл его очень глупо там. Для меня было очень важно забрать свою медаль. Если, как бы, никто, наверное, не знает, с чемпионата России до чемпионата мира серебряная медаль чемпионата России каталась у меня в сумке, как напоминание. Провели большую подготовку, провели тактическую работу. И вот результаты». «Соперника я уже знал. Мы с ним встречались на чемпионате Азии ранее. Выводы из этих соревнований нужно тренироваться дальше. Сильнее тренироваться, потому что, чувствую, он стал злее на меня». Чемпионат оказался удачным для наших юниоров. Геревики завевали 16 призовых мест. «Чувствуется, что в районах идет целенаправленная работа. И она началась еще с 2000-х, начало 2000-х годов. И те результаты, которые сейчас показывают ребята, это результаты не одного, не двух, не трех, не пяти даже лет, а результаты десятилетий. Мы уже, на самом деле, так по-хорошему привыкли к медалям и высоким достижениям наших спортсменов по геревому спорту. Но вместе с тем это абсолютно не умаляет тот огромный труд, который вы проделываете для того, чтобы добиваться этих самых результатов. Есть еще потенциал для развития. Очень неотрадно, что наши подрастающие спортсмены по геревому спорту также показали очень высокие и серьезные результаты. Я очень горд за наших спортсменов, за нашу республику. Уже сейчас наши спортсмены начинают подготовку к чемпионату России. Он пройдет в следующем году и станет третьим для Бурятии. Десять регионов России, от Новосибирска до Сахалина, и все в одном месте. Всероссийский турнир по художественной гимнастике проходит в Бурятии уже в четвертый раз. На протяжении трех дней около пятиста участниц боролись за звание лучшей. Соперницы очень сильные. В первый раз так много приехало Южно-Сахалинск, там всякие города, которые очень далеко от нас находятся, и которых мы, возможно, не ожидали здесь видеть. Удалось не все, но оценка хорошая за один вид. Российских соревнований на Дальнем Востоке не так много, поэтому, проводя такой турнир в республике Бурятии, мы очень хорошо развиваем регион и развиваем вид спорта и художественной гимнастики на территории Республики Бурятия. С каждым годом популярность турнира все больше растет и растет. Команды приезжают сильные, но Республика Бурятия тоже представлена сильными командами, поэтому у нас есть все шансы на победы. Мы удивлять будем национальным колоритом, национальной музыкой, национальными костюмами, все, как мы любим, все в нашем бурятском стиле. Как уже отметили тренеры, таких соревнований по гимнастике в Бурятии очень мало, поэтому турнир – хорошая возможность получить новые звания для спортсменов от разряда до кандидата в мастера спорта. Мы уже на чемпионате федерального округа третье место занимаем, общее. Поэтому, в принципе, у нас есть куда развиваться. А если говорить о России, то, конечно, там нам еще далеко. Нам надо работать, работать и работать. Мы еще гордимся тем, что вот эти наши соревнования, как всероссийские, это первые соревнования во всем федеральном округе. И поэтому мы взяли такую ответственность на себя и проводим эти соревнования. Несмотря на все сложности в плане количества подобных турниров в Бурятии и финансирования, популярность гимнастики в Республике растет. Только за последние три года 15 наших спортсменок стали мастерами спорта. Сотрудники МЧС хороши не только в помощи людям, но и в спорте. Это они доказали на турнире по мини-футболу одном из этапов спорта Киады Павла Лаптева, заслуженного работника физической культуры. Соревнования данные у нас как бы проводятся не в целях отбора, а просто проводятся свободным турниром. Подготовка, опять же, ежегодная у нас подходит к дальнейшим соревнованиям, это Дальневосточный федерального округа. Сборная отбирается от данных соревнований. То есть, как бы, все равно это поддержание в готовности спортсменов, показать, выявить лучших, выявить уровень спортсменов. Турнир проходил три дня. Первая велась борьба за выход из группы, далее команды встретились в стыковых матчах. Последний решающий день – финальные игры за призовые места. Всего участвовало 10 команд. В финале же встретились команды 56-й и 72-й пожарных частей. Матч был тяжелый, потому что в финал просто так не попадают. В целом по турниру шли хорошо, без поражений. Жалко, что по турниру маленько пошли, не так, как планировались, не по нашим силам, возможностям. Футбол-игра такая, как бы, маленько не повезло, где-то не добежали. Ну и, соответственно, да, за четвертое место боремся. Прошлая игра ничью закончилась, но в последних минутах пропустили досадный гол, ну и что повлияло. Это за выход и вышли на сильную команду, получается, на 72-ю часть. И там тоже маленько не повезло, и проиграли 4-1. Все победители и призеры получили свои заслуженные награды – кубки и грамоты. Начинаем нашу супер-спартакиаду! Ура! Работники культуры постоянно проводят для улан-уденцев различные праздники и мероприятия. Но сегодня этот день только для них. На лыжной базе «Снежинка» впервые прошла культурная спартакиада. Всего более 200 участников. Работники культуры в основном делают мероприятия для жителей города, для себя очень редко, как бы, мы делаем. Ну и вот, когда приходят молодые специалисты, ну и поколение старшего возраста, хотелось бы, чтобы вот эта корпоративная культура нас как-то объединяла. Ну и вот, я думаю, что это мероприятие, оно даст такой новый толчок в развитии не только, допустим, там, спортивного какого-то состязательности, да, корпоративного духа, но и в то же время это дальнейшего такого творческого продвижения. Потому что работникам культуры тоже нужен заряд бодрости, заряд спорта, заряд хорошего настроения. Команды учреждений культуры города УНОД для открытия спартакиады построены. Количество участников 220 человек. Рапорт сдал зампредседателя комитета циренов. Рапорт принят. Зарядиться хорошим настроением для участников спартакиады проблемы и не было. В первом этапе они соревновались в творческих номерах, далее устроили небольшой мозговой штурм и закончили командными состязаниями. На старт! Внимание! Раз! 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 Погнал! Давай! 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 Очень прикольно. Очень дрим-тим, очень команда. Как получилось, как это занимаете? Ну, думаю, нормально. Ну, неплохо, да? Нормально. Идеально. Мы победим сегодня. Запомните я! Если нет, вы можете поправиться. Болеете за свою команду? Конечно, обязательно. Мы выиграем, мы победим, мы будем первыми. Я знаю и уверена в наших ребятах, в нашей команде. Хоть и победа для участников спартакиада не главная, лучших все же определили. В спортивных соревнованиях первое место заняла команда детской школы искусств номер 7, а в творческих испытаниях городской культурный центр. В Международный день студенческого спорта учащиеся БГУ решили отметить по-своему. Клуб «Байкальские волны» решил окунуться в историю и вспомнить старые добрые народные игры. Вооружившись мячом и битые ребята начали играть турнир по лапте. Изначально я играл у себя во дворе, потом в лагере. И как-то этот момент потом просто пропал из нашего района, из моего родного города. И сейчас, когда это заново начало реализовываться, я думаю, почему бы снова не начать играть. Суть игры очень проста. Основная задача запустить мяч как можно дальше, перебежать в поле и вернуться обратно, так, чтобы противник тебя не коснулся. Всего 8 команд из 8 человек. Лапта вообще с моего детства идет. Я играла во дворе у себя с ребятами и как бы вот вспомнила свое детство и поняла, что среди студентов наших университетов, СУЗов, ВУЗов нету, к сожалению, развития именно этого вида спорта. И решила, что нужно развивать, активно внедрять студенчество. Цель лапты, я думаю, это популяризация народных игр, потому что многие ребята играли в эту лапту, в игру в школе. Но сейчас в студенчестве забыли, что это такое, даже забыли, что такое правило. И, как правило, нужно это популяризировать и развивать этот вид. Байкальские Волки за последние 5 лет стал лучшим спортивным клубом в ДФО. В рейтинге по России он занимает 36 место из 108. Именно клуб БГУ начал развитие спорта среди СУЗов и ВУЗов в Бурятии. Байкальские Волки, я бы сказал, что это прям такая своя атмосфера ребят. То есть это ребята не спортсмены. То есть это любой желающий с любого факультета, института приходит и просто несет студенческий спорт в массы. То есть это организаторы спортивных мероприятий. Проще говоря, спортивный менеджмент. Это очень клево. А их подпитка идет, то есть руководство университета максимально старается их поддерживать, для того, чтобы они развивались. Сейчас лапта набирает популярность среди студентов. Этот вид спорта станет лишь одной из народных игр, которые хотят проводить в разных спортивных клубах. В этом году на реализацию проекта Байкальские Волки выиграли грант. Я думаю, что это важно для всего студенчества в Республике Бурятия, чтобы они играли и развивали лапту. Потому что лапта это очень состоронняя игра, которая развивает равноценно все 5 физических качеств. В лапту играют практически все регионы нашей страны. Только Бурятия у нас почему-то отстает. Проходят чемпионаты, проходят первенства, Кубки России. Даже сейчас создана профессиональная лига лапты. Как я уже сказал, лапта всесторонне развивает людей. Она очень веселая. Сейчас вы увидите, как ребята будут носиться, прыгать, уворачиваться, бить. И им будет доставлять кучу эмоций. И это самое главное. По итогам соревнований по лапте первое место досталось студентам Института Истории и Филологии. Второе у Восточного. А третье заняли учащиеся Юрфака. Танцы, песни и спорт каждый день. Так прошло лето участников проекта «Парк здоровья». С 2015 года для всех улан-уденцев бесплатно проводят различные активности. Утренние зарядки, зумбу, уличную атлетику и многое другое. Утром здесь в 2-3 группы занимаются спортом. Мы ходим. Затем мы делаем по 7-8 тысяч шагов в парке. Это нам здоровье. Общаемся все здесь. И пожилые, и молодые, и дети. Особенно, когда тепло. Вообще очень хорошо здесь. Весело, интересно. Мы же в молодости все были пивучие, танцующие и так далее. И сейчас с удовольствием встречаемся, когда играет музыка. Занимаюсь с рождения танцами. Правда, ни в одном кружке я не была. Но я люблю танцевать, хорошо снаряжаюсь, прихожу, танцую. Я молодая, красивая, веселая. В сентябре сезон парка здоровья закрывается. В честь этого проходят различные концерты с выступлениями лучших творческих коллективов Улан-Удэ. Они привлекают еще больше людей. В этом году у нас приняло участие в течение всего сезона порядка 5000 человек. Это и молодежь, и люди зрелого возраста, и представители нашего ветеранского сообщества. На постоянной основе в парках города проходили спортивные мероприятия, утренняя гимнастика, выступления нашего замечательного духового оркестра, солистов, локалистов наших муниципальных учреждений культуры. То есть это была действительно такая площадка для нашего населения, где люди могли пообщаться, заняться спортом, здоровым образом жизни и, конечно же, и отдохнуть, и музыку послушать, и потанцевать. Уже в девятый раз проект будет стартовать в мае 2024 года. Увидимся в следующем сезоне. На этом все с вами были Анастасия Промкинова, Олег Намжиев, занимайтесь спортом, любите себя и смотрите ТИГИКОМ. Анастасия Промкинова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин